Куат Хамитов, погремуха Найман, наехал Вася на сборную Казахстана по футболу после того, как наши ребята победили Данию, проигрывая 0-2 и выиграв в конечном итоге 3-2. Два просто фантастичных последних гола. Это была какая-то феерия, песня. Один пушечный с дальней дистанции, а второй чисто в английском стиле заброс штрафную и головой. Лови, фашист, гранату. Но согласен ли я вот с таким наездом от Куата Хамитова? Вот в чем вопрос. Да и что был за наезд? В инсте он выставил пост. Сейчас я вам его зачитаю, а дальше мы пообсуждаем, че почем, хоккей с мячом. Салам алейкум, леди и джентльмены, с вами Сула, наш боец, и мы начинаем. Итак, друзья, Куат Хамитов выставляет пост в свой инстаграм-страничники, ну просто катком проходится по сборной Казахстана, несмотря на то, что мы там разорвали датчан. Сейчас я прочитаю этот пост, да, но прежде, джентльмены, хочу еще раз посоветовать наш телеграм-канал, наш боец Кизет. Вот здесь вот будет ссылочка, обязательно зайдите, посмотрите, там все. И самое главное, мы там делаем прямые эфиры, трансляции UFC. Бесплатно и в отличном качестве. На канале Азмос Шоу вышел материал про одну котынку, которая решила замутить новую веру, и казахам говорят, хорош уже в Аллаха верить. Он уже свое отработал. Ну, короче, полный бред. Бред, полный бред, друзья. Вот здесь вот будет ссылка, обязательно зайдите, посмотрите, мне нужна ваша реакция и ваш фидбэк какой-то, да. Подписывайтесь, кстати, не забывайте. На казахском языке тот же самый материал на канале Азмос Казахша. Вот здесь вот будет ссылка. Также очень прошу, чтобы вы зашли, посмотрели, прокомментировали и, конечно же, подписались на мой новый YouTube-канал. Ну, а мы потихонечку начинаем. Итак, зачитываю пост, которому, ну, на данный момент ему 11 часов, да, вы это увидите. В 8 вечера этот выпуск выйдет, ну, так скажем, не более, получается, сколько там, не более суток еще прошло, а может быть сутки. Ну, короче, в общем, совсем свежий жилплдап Турган Хабар. Итак, зачитываю. Послушайте, я никогда не буду радоваться ни одной победе Кейзет футбола. Чему мне радоваться? Просто посмотрите вокруг себя. Народ 30 лет живет в нищете, безработица, средняя зарплата 80 тысяч тенге, продукты дорогие, нет медицины. Люди живут в долгах, несмотря на то, что народ, а узнан, жироплатит налоги, и куда все это уходит? На какой-то футбол? Кому нужны эти победы, когда вреда от них больше, чем пользы? Я начну уважать футбол только тогда, когда они начнут побеждать своими силами, сами, без народных денег. Докажите нам, что вы можете так, вот тогда вы мужчины в глазах людей. А так, и да, нужно вернуть обратно все, что было вложено в этот воздух за все это время. Вот такой вот противоречивый пост. Я вам честно скажу, я в большинстве согласен, да не в большинстве, я согласен с Куатом Хамитовым. Но сука, как приятно обыграть этих датчан с таким счетом, проигрывая 0-2, ну разве не приятно, а? И в такие моменты хочется сказать, да и хрен с этими деньгами. Столько радости. Но Куат прав. Куат прав. Бабки нереальные туда вливаются. Неужели футбол это то, о чем мы вообще должны думать? Это знаете, как римская, не то что пословица, а жизненная позиция вот этих всех сенаторов, консулов и императоров, да? Что нужно Риму? Хлеба и зрелища. И тогда можно творить все, что угодно. Вот так вот, друзья. Но, знаете, совсем недавно полемика Куата Хамитова была немножко другая. Он говорил, зачем, если я не ошибаюсь, если ошибся, поправьте в комментариях. Он говорил, зачем мы тратим столько денег на футбол, который не приносит результатов? Мы проигрываем. Сейчас вот поменялось. Да, вот мы выигрываем. Но типа все равно, верните-ка деньги. Кто будет возвращать? Футболисты? У них контракт получает. То есть тут много всяких... Больше это, конечно же, похоже просто на хайп, короче. На этой теме, короче, Хуат решил выскочить. Вот и все. Мое субъективное мнение. Не он имеет на это полное моральное право, я считаю, как и любой из нас. Другое дело, что таким сообщением он как бы так говорит о том, что нужно деньги вливать в ММА. Да, в единоборство. Если бы столько было вложено в эти виды спорта, сейчас была бы фантастика. Здесь я абсолютно с ним не согласен. Не нужно было, не нужно эти деньги вливать в виде наборств или в ММА в частности. Я думаю, есть гораздо серьезнее у нас проблемы, чем спорт вообще в принципе. А, друзья? А если спорт, то я думаю, что единственный спорт, куда стоит вливать действительно деньги, это шахматы. Пускай наша молодежь, наши дети развиваются интеллектуально. У нас есть проблемы с медициной, у нас есть проблемы со здравоохранением, со школами, с образованиями. У нас там Саясат Нурбек, это министр образования. Детей своих он здесь не учит? Нет, он их везет на Кипр. Министр образования не доверяет нашему образованию. О чем еще можно говорить? То есть, вот такие мои мысли, леди и джентльмены. Вы что думаете по этому поводу? Оставьте свое мнение в комментариях под этим видео. Давайте пообщаемся. Только прошу вас без оскорблений. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, наш боец. Всем пока. Салам алейкум. Аравидарчи. Субтитры сделал DimaTorzok